сегодня мы свяжем корзинку с круглым дном дно у нас будет столбиками с одним накидом да и вот начальное кольцо будет из восьми столбиков без накида начнем с начального кольца еще берем нашу рабочую нить маленький конец вот это да мы кладем его вот так на ладошку оборачиваем нить один раз и когда мы оборачиваем нить второй раз она ложится у нас слева и здесь придерживаем то есть вот она легла слева у нас здесь наше вязание все просто придерживаем пальцем берем крючок вводим под первую нить захватываем вторую протаскиваем и прокручиваем один раз далее держим наше вязание вот это все пальчиками освобождаем руку сразу захватываем рабочую нить и протаскиваем через петлю мы сделали закрепку на чтобы наш наше колечко вот она двигается чтобы она не распалась сейчас мы его обвяжем 8 столбиками без накида вводим крючок в кольцо захватываем рабочую нить протаскиваем две петли на крючке захватываем рабочую нить протаскиваем и периодически подтягиваем столбики вводим крючок в кольцо видите вот я как придерживаю до нити рабочую и придерживаю наше кольцо чтобы удобно было вводим крючок в кольцо захватываем рабочую нить протаскиваем две петли на крючке захватываем рабочую нить протаскиваем через две петли вот один-два столбика связала нужно еще 6 считаем от крючка всегда петли 1 2 3 4 5 6 7 8 8 столбиков связали немного петли вытягиваем до крючок убираем и затягиваем наш кольцо вот из 8 столбиков он очень хорошо затягивается да и вот здесь дырочки совсем нет возвращаем наш крючок на место да и дальше делаем соединительную петлю вводим крючок восьмую петлю вот у нас 1 2 3 4 5 6 7 вот она восьмая вот они две стенки у петли наши на вводим крючок за эти две стенки передняя задняя до свободный конец на что-то маленькую ниточку мы ее вяжем да вот сюда вот в первый ряд вязания мы на нее внимание не обращаем она просто на здесь лежит да и мы ее просто вяжем работаем мы только с большую нитью из матка с рабочей нитью вот мы ввели крючок за две стенки захватываем нашу рабочую нить и протаскиваем сразу под этими двумя петлями и через петлю на крючке да то есть мы соединили наш ряд замкнули так вот она далее вот вяжем согласно схеме сейчас мы из каждой петли основания будем вязать по 2 столбика с одним накидом то есть из одной петли основания будут эти два столбика с одним накидом начинаем мы подъемы ряда с 3 воздушных петель вот они 123 и потом уже в следующую петлю основания вяжем уже два столбика с одним накидом 1 воздушная петля мы просто захватываем рабочую нить и протаскиваем через петлю на крючке 2 3 далее следующую петлю основания то вот эта петля да потому что здесь у нас вот в эту петлю мы делали соединительную естественно сделали три воздушных вот следующая петля полноценную делаем накид на крючок вводим крючок за две стенки 12 ниточка просто у нас вот здесь вот маленький кончик который до прячется захватываем рабочую нить протаскиваем у нас уже три петли на крючке захватывание провязываем первые 2 захватываем нить провязываем вторые 2 на столбик с одним накидом и в эту же петлю основания сейчас вяжем такой же столбик опять накид вводим крючок захватываем рабочую нить протаскиваем захватываем рабочую нить протаскиваем через первые 2 захватываем рабочие через старые 2 и периодически дамы подтягиваем наш свободный кончик это делается для того чтобы не увеличивалась вот здесь вот дырочка посередине и далее вяжем следующую петлю основания также два столбика с одним накидом делаем накид накид и подтягиваем и до конца ряда так вяжем так следующая петля накид так и сейчас вот мы вот сейчас здесь находимся да нам нужен еще один столбик с накидом связать в ту же петлю основания где у нас были 3 воздушные петли то есть это вот это место на сюда вот мы вяжем еще один столбик накид сейчас делаем соединительную петлю рекомендую взять крючок поменьше данный несколько размеров только для соединительной петли это и вводим крючок в третью воздушную петлю вот у нас было первое второе третье за обе стеночки вот так вот у нас с изнанки здесь такая вот перемычка остается на за обе стенки ввели кончик вот этот советую еще вот сюда вот так положить на далее захватываем рабочую нить и протаскиваем сразу через все петли вот здесь все поправляем да чтоб не банки лишних дырок и мы замкнули ряд опять до соединительную петлю сделали кончик наш подтягиваем его можно на данном этапе или обрезать да я же рекомендую все таки его и еще раз протянуть вот так вот как раз он здесь закончится добавим дополнительную плотность ну ну да и как вот он у нас будет стягивать немножко дну так далее приступаем тоже согласно схеме опять делаем 3 воздушные петли и дальше прибавки у нас немного изменится мы будем вязать 2 1 2 1 то есть из одной петли основания сначала два столбика с одним накидом и следующие петли основания 1 столбик затем опять два столбика затем опять один столбик и чередуем 2 1 2 1 прибавки у нас будут то есть также делаем 3 воздушные петли просто захватываем рабочие и протаскиваем через через петлю и далее вот мы сделали 3 воздушные дальше делаем 2 столбика с одним накидом вот она следующая петля полноценная вот она что вот в это у нас была соединительная до петля и 3 воздушные и вот следующее полноценная также вот этот кончик у нас здесь лежит делаем накид и вводим крючок и подтягиваем наш кончик до благодаря вот этим подтягиванием да у нас здесь нет лишних дырочек в дне значит 2 столбика связали далее будет 1 затем 522 столбика с одним накидом из одной петли основания и подтягиваем 30 стих удовольствием contaminей 90 стих a Продолжение следует... 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 чтобы переход был более явным до от дна к стенкам я рекомендую вязать только за заднюю вот этот полупетлю до оставляя переднюю таким образом у нас будет такая небольшая каемочка до которая прям будет явно такой переход будет одна к стенкам и рекомендую захватывать вот сейчас когда будем вязать вот этот элемент с изнанки на то есть мы будем вводить крючок вот она задняя стенка и вот этот элемент с изнанки чтобы у нас переход мало того что он был более явным он еще был плотным а если мы будем вязать без вот этого элемента с изнанки то такие как бы дырочки небольшие будут на дне поэтому вот захватываем заднюю стенку и элемент с изнанки сначала сделаем одну воздушную петлю до как бы поднимем ряд и далее смотрим то есть вот у нас следующая петля идет да то есть вот это у нас сюда мы делали соединительную вот она и вот следующая петля вводим крючок задняя стенка вот она да и захватываем элемент с изнанки вот они если вы вязали слишком туго и вот вам реально тяжело тем же крючком продолжать вы можете взять крючок на один размер поменьше только для этого ряда потом вернетесь к своему да именно вот для этого потому что он вяжется немного сложнее так как мы захватываем еще вот этот элемент так вот вели крючок да вот она передняя стала стенка вот она задняя и элемент с изнанки захватываем рабочую нить протаскиваем две петли на крючке сразу захватываем рабочие нить и протаскиваем то столбик без накида да мы его связали опять вводим крючок вот она задняя стенка и вот он элемент с изнанки раз-два захватываем рабочую нить и протаскиваем вот у нас и кончик спрятался уже его не видно и дальше продолжаем стараемся вводить крючок сразу и за заднюю стенку из элемент с изнанки что не по отдельности допустим вот тогда потом 2 а вот стараться сразу ввести и захватить эти два элемента снимка стоит была столбик вот и мы дошли до конца да вот у нас этот воздушная петля одна была да и дальше делаем соединение ряда да нам нужно ряд замкнуть соединить как мы его делаем мы вот так вот петлю чуть побольше вытаскиваем до вытаскиваем крючок и вводим крючок вот воздушная наша петля и вот следующий полноценный столбик да и вот мы за две петли вот сюда вот вводим крючок захватываем наш петельку и протаскиваем ее вот таким образом далее придерживаем эту петлю наша рабочая нить вводим крючок в середину галочки вот этой вот да вот она захватываем нашу рабочую нить и протаскиваем одеваем на крючок нашу свободную петлю 2 петли на крючке захватываем рабочий нить протаскиваем через эти две петли мы сделали невидимое соединение ряда да и подняли ряд сразу вот у нас следующая но следующий ряд начинается вот с этой петли будем вязать узором галочка называется да то есть это столбики без накида но крючок мы вводим не за обе стенки да вот ну при классическом способе а вводим середину галочки предыдущего ряда то есть вот у нас она галочка вот она и вот сюда мы прям серединку будем водить не вот сюда вот на две стенки да а в серединку галочки вот она прям галочка и вот сюда все так вот начинаем вот следующая полноценная галочка и вводим в нее крючок высота корзинки зависит от вашего желания какая вам нужна столько рядов и вы и вяжете то есть вода вяжите середину галочки получается узор называется галочки если будете вязать просто за две стенки вот так вот да то это будет узора просто столбики без накида если будете взять только за заднюю стенку вот за так вот за это да за это то будет у вас узор вот такими полосочками идти по всей по всей корзинке можно вот выбрать любой узор So вот вот ну Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы довязали последние галочки И подошли как раз к началу нашего ряда Вот у нас эта петля была Опять освобождаем крючок Вот так вот его вводим Получается вот это наша петля И следующий полноценный столбик И вот мы за две стенки следующего полноценного столбика Надеваем нашу свободную эту петельку И протаскиваем Затянули Придерживаем эту петлю Если вам тяжело ее придерживать Можете вот так крючок какой-то вставить в нее Далее вот у нас галочка Вводим серединку галочки Захватываем рабочую нить И протаскиваем И теперь одеваем нашу свободную петлю на крючок Захватываем рабочую нить и протаскиваем Вот мы опять подняли ряд Смотрите, как аккуратно Тут даже нет никакого перехода И вяжем дальше Следующий ряд аналогично Вводим крючок в середину галочки предыдущего ряда Вот она галочка прям в серединку Захватываем нить и провязываем Захватываем нить и провязываем Захватываем нить и петлю Нить и дольщком Но он выглядит Смотрите если здесь Придерживаем нить и кинка Захватываем нить И влюблене И влюблене За это Вот он так вот мы опять дошли чуть-чуть вытянули вводим крючок обращайте внимание что рабочая нить у нас должна быть внутри корзинки да не снаружи вот он галочка одеваем нашу свободную петлю и провязываем я сейчас уже сразу перейду к ручкам корзинки да вы можете связать и корзинку такой высоты какая вам нужна смотрите так картинка маленькая наверное но сделаем тогда две маленькие ручки да то есть можно как ручки делать можно одну ручку делать там петельку да если вы куда-то повесить хотите корзинку можно делать две ручки симметричные ну сделаем тогда две ручки маленькие такие да как мы это делаем то есть мы начинаем вязать ряд ну как бы как мы вязали галочками да то есть вводим крючок провязываем несколько петель далее нам нужно будет связать цепочку из воздушных петель да и сделать такую небольшую ручку затем симметрично другой стороне сделать такую же ручку поэтому ну допустим то есть смотрите мы довязали несколько столбиков да сейчас делаем цепочку и воздушных петель ну допустим там из 5 1 2 3 4 5 так 5 теперь ввязываем эту цепочку в нашу корзинку пропустим один два три четыре петли и в пятую вот вот это 5 галочка вводим крючок в серединку галочки захватываем рабочий протаскиваем 2 петли на крючке захватываем нить протаскиваем вот у нас такая ручка то есть мы провязали несколько столбиков сделали цепочку из воздушных петель и потом ее ввязали теперь нам нужно симметрично на противоположной стороне сделать то же самое то есть нам нужно сейчас рассчитать одинаковое количество что было у нас по бокам столбиков да и чтобы у нас ручка как бы совпадало да с этой ручкой ну посчитаем примерно сейчас сколько у нас будет столбиков 1 2 3 4 это ручка у нас да и если противоположная сторона то примерно допустим 1 1 2 3 4 то есть вот так вот она примерно будет 1 2 3 4 и считаем сколько столбиков у нас между ручками будет 1 2 3 4 5 6 7 8 и с этой стороны 1 2 3 4 5 6 7 а здесь 7 получается немножко не симметрично но мы как раз потому что помните делали тут дополнительно один столбик до из-за него у нас не симметричное количество получилась но ничего страшного это будет незаметно поэтому вот довязываем да сейчас столбиками без накида вот до этого места и потом делаем ручку то здесь не принципиально как вы будете считать да просто сделайте ручки симметрично и все тут не важно с какого момента на вас начнется сразу там или вы провяжите потом здесь ручка будет то есть это все на ваше усмотрение так еще привязываем и дальше ручка вот так делаем у нас значит было 5 воздушных петель 2 345 и ввязываем пропускать 4 столбика 1 2 3 4 и в 5 связывали и далее довязываем до конца ряда столбики без накида так вот довязали на вот они нас ручки получились сейчас сделаем обвязку обвязку и сама корзинки обвязку ручек вот когда мы дошли до конца ряда сейчас вот мы не будем делать так с этим петлю как делали раньше то мы сразу начинаем обвязывать то есть вот мы довязали сразу вводим крючок вот они следующий полноценный столбик до за две стеночки захватываем рабочую нить и сразу протаскиваем через петлю на крючке да это нас такой соединительный столбик это нас обвязка и далее вяжем 2 вводим крючок за две стенки захватываем рабочую нить протаскиваем и сразу протаскиваем через петлю на крючке до соединительный столбик затем дошли до ручки обвязываем ручку вводим крючок под ручку захватываем рабочую нить протаскиваем 2 петли на крючке захватываем рабочую нить провязываем по сути это как мы обвязывали начальное кольцо да мы аналогично обвязываем ручку вводим крючок под ручку захватываем рабочий нить протаскиваем захватываем рабочий нить протаскиваем и обвязываем обвязка может получиться количество столбиков больше чем было у ручки 17 ручка была из 5 воздушных петель дата обвязка вот у нас 1 2 3 4 5 и вот сюда еще 6 столбик влезет делаем его иногда бывают ручки там и обвязка на 2 на 3 на 4 столбика больше чем было воздушных петель в цепочке вот мы обвязали да и далее смотрите сразу вводим крючок вот у нас две стеночки сразу вводим них крючок захватываем рабочую нить и протаскиваем через петлю на крючке вот вводим за две стеночки захватываем рабочую нить вот можно или так вот рукой помогать до протаскивать или просто вот крючком сразу протаскивать два способа так и опять ручка у нас она была обвязка из 6 до столбиков 1 3 4 5 и 6 вот 6 столбиков и далее опять вводим крючок за две стенки захватываем рабочую нить и сразу протаскиваем через петлю на крючке вот смотрите еще одну провязываем и мы дошли до конца до сюда еще одну все мы дошли до конца и сейчас прячем ниточку то есть мы обрезаем ее протаскиваем возьмем крючок поменьше вот и сейчас мы сымитируем тут петельку еще так вот вводим крючок захватываем наш нить и вот так вот сейчас сымитируем у нас вверх получается ровный и снаружи косичка поправляем вот смотрите мы вот эту петельку сымитировали да и здесь у нас получилось ровная косичка с изнанки прячем эту ниточку прячем просто берем и протаскиваем прячем вязание то есть через все наши вот эти вот ниточки да здесь прям протаскиваем так вот берем ниточку захватываем протаскиваем и так вот я немножко протащить и потом отрезать корзинку поправляем смотрите какая классная получилось прям такие ручки аккуратно и к малышка вот если вам нужна такая корзинка побольше значит но вяжем еще до 1 или 2 ряда дополнительно по высоте тоже смотрим как вам нужно и ручки тоже просто более-менее симметрично учитывая что у нас да здесь вот получается на один столбик больше вот это расстояние чем вот это из-за того что у нас была одна прибавка дополнительно но несмотря на это все равно смотрится аккуратно и ровненько и обвязку до сделали мы то есть она у нас добавила и устойчивость систем когда они таки прям плотно и устойчивость стали или мы ручку обвязали